Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Лидия и в этом видео я бы хотела рассказать про биографию моего папы, поскольку он внес немалый вклад в развитие в искусство, также в декор, скульптуру и архитектуру города Одессы, реставрацию и рассказать про его творческий путь, его становление, биографию. Также показать в этом видео картины и работы, которые он создал в период своей жизни, скульптуру, архитектуру, какую-то часть графики, реставрацию и также какой-то декор зданий, в котором он участвовал, и скульптура, которая участвовала в, использовала съемках кинофильма. Вот, и это видео будет, и мне интересно делать это видео, поскольку биография творческих людей очень интересна, поскольку у них всегда есть стремление изучать и развиваться во многих направлениях, и сами личности очень интересны. А также в этом видео я начну непосредственно с биографии, расскажу про вдохновение, что являлось его источником, также покажу какие-то картины и произведения, которые он создавал, и вдохновение, которое у него было. Вот, также расскажу, чем он занимался, что изучал, что было также интересно, и также покажу, какие он создавал витражи. И начну с биографии. Мой папа родился в городе Донецк в 1964 году, но его корни, как и польские, французские, и там много каких-то связей. Моего папу фамилия Фундин, что с французского значит фундировать, то есть излагать свое недовольство или запускать рогатку. Вот, и, возможно, в его роду были люди, которые как раз занимались производством рогаток, дерева, и, возможно, также это повлияло на его ремесло и возможность создания таких прекрасных витражей и резьбы. Вот, переехал в город Одессу и сразу поступил в, где-то на второй-третий курс в УКХУ имени Грекова. Это училище, которое специализируется на развитии художественных, скульптурных, архитектурных и, в общем, творческое такое училище, которое готовит мастеров к дальнейшему становлению. И также там много знакомств возникает, и, как бы, получается много вдохновения. Вот. И, посмотрев документы, которые у папы были, основные оценки, наиболее лучшие в гуманитарных областях — это физкультура, искусство, музыка, а также история, труд и наивысший балл по астрономии и биологии. И он мог сказать любое название — косточки, мышцы. И мой папа синий диплом, но он был отличником в погранбойсках. И также посвящал очень часто библиотеку, и его комната, студия также была заполнена книгами, и их было очень-очень много. Ну, поскольку папа был достаточно изначально с такими способностями, ему позволило поступить сразу на второй-третий курс училища. Также из биографии он очень любил путешествовать и изучать языки. Он пытался учить французский язык и излагать какие-то свои мысли на французском, и достаточно много проводил времени с книгами. Он читал классическую литературу Бунина, Толстого, так и... Очень сильно изучал Анатомию, что позволяло ему создавать, мне кажется, потрясающие просто, ну, фигуры людей. Их как пропорции практически идеальны, где-то они стилизированы, более утончённые, более длинные пальцы или фигуры более мускулинные, что ли. Вот. А у женщин преимущественно такие большие бёдра. И за всю историю своей творческой жизни он провёл не так уж и много выставок, но проводил выставки и в Донецке, и в Одессе, и какие-то его работы участвовали в собраниях во Франции, в Германии, в США, и ещё в некоторых государствах. Вот. И большую часть времени он уделял графике, резьбе, скульптуре. Также он занимался... занимался реставрацией. И большую часть оперного театра, который находится в городе Одессе, он покрывал сусальным золотом. И есть на здании несколько небольших ангелочков. И также скульптура Лаклона. И очень часто люди отрубали у скульптуры пальчики. Не знаю, зачем они это делали. Вот. Он их реставрировал. Также, когда заказывали различные скульптурные маски. И я помню, он создавал маску Эйнштейна с открытым языком. И также он создавал такую огромную скульптуру. Моими одними из самых любимых работ являются витражи. Вот, например, по типу вот этого сзади стоящего. Это также работа моего папы. И есть несколько работ в Инстаграме. Я их также покажу здесь. И это также он создавал. И больше, наверное, такую любовь есть к какой-то папиной резьбе и картины. Он находил вдохновение большую часть в природе, в библейских мотивах, в журналах, книгах, в разных историях. Просто даже жизнь его могла вдохновить на создание чего-то, или какие-то печальные, или радостные обстоятельства в жизни могли бы влиять на процесс создания какой-либо работы. Я помню, что в папиной творческой мастерской было очень много книг, и он практически был в такой книжной атмосфере в своей мастерской. Также Фронтинг создал иллюстрации к поэме Блока «12», за что получил премию. Также создал скульптуру «Дама с собачкой Йорком» к кинофильму Валерия Тедорковского по фильму «Гардемоны вперёд». Он создавал реставрацию для декоров и фасадов зданий, он их и реставрировал, и создавал как дизайн оформления. И здесь я оставлю, как он ювелирный магазин создавал. Оформление ювелирного магазина в городе Одессе на улице Софийской. И его круг знакомства был достаточно такой большой, и он был достаточно известен в узком кругу, так сказать. И в общем близких у него было, наверное, около таких, если я не ошибаюсь, 6-7 друзей. Из них три более близких, но периодами некоторые люди как бы уходят или куда-то переезжают, и связи немножечко как бы разрываются, но всё равно есть связь по телефону. Здесь это видео было для вас интересным. И я создала это видео в память о папе, и просто вот переделиться тем, что он создавал, и что на него влияло. Вот, и он был потрясающим человеком. Я ещё оставлю пару работ его, и может для вас это видео будет вдохновляющим на что-то, на что-то создание своего. Также он создавал большую часть своих работ в стиле модерн, эклектика. Его даже вдохновляло, например, китайское искусство и искусство, которое в храме находится. И до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»